Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем новости за неделю и так коротко о некоторых из них. День любви к своему питомцу. С чего начинается привязанность к братьям нашим меньшим и почему одни предпочитают кошек, а другие собак. В школах Самарской области возобновилось очное обучение. Такое решение принял оперштаб региона, так как уровень заболеваемости среди подростков снизился. При этом эксперты заметили, что уровень заболеваемости среди младшего возраста по-прежнему высок. Особенно опасен вирус для детей от новорожденного возраста до трех лет. Врачи рекомендуют родителям быть осторожнее и соблюдать санитарные правила. В школах будут тщательно следить за соблюдением мер санитарной защиты. Классы будут разделены, также будет проводиться постоянная генеральная уборка и дезинфекция. Родителям рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Вырваться из замкнутого круга. Жители дома на Краснодонской сменили управляющую компанию, но остались с нечищенными крышами и неубранными дворами. Оказалось, что УК не может приступить к своим обязанностям. Жители домов на улице Демократической борются за чистоту в небольшом сквере и пытаются решить, кто должен там убирать и как его лучше благоустроить. С такими вопросами самарцы пришли на личный прием главе города Елене Лапушкиной. Какие приняли решения, расскажем в сюжете. Жильцы дома номер 19 по улице Краснодонской вынуждены справляться с коммунальными проблемами самостоятельно, потому что не первый месяц остаются без управляющей компании. 15 декабря конкурс выиграла УК «Циркуль», но к обязанностям так и не приступила, а дом не внесли в реестр госжилинспекции. Об этом жильцы рассказали главе города Елене Лапушкиной во время личного приема граждан. Проблемы у нас растут как снежный ком в связи с тем, что нет управляющей компании. Мало того, не предоставляются никакие услуги коммунальные. Мы ходим козьими тропами по огромным сугробам метров, сами очищали своими силами. Несколько раз подключалась техника районной администрации и расчищала проезд. Однако дом в старом фонде и регулярно происходят коммунальные аварии. Готовим пакет документов в ГЖИ и в прокуратуру с просьбой разобраться с этой управляющей компанией, принять меры и так далее. Пусть разбираются дальше, чтобы у нас эта управляющая компания больше не взяла ни один дом таким образом. Теперь торги. Давайте ездить с торгами. У нас такая сложность возникает. И приходит компания, которая не готова работать. Я предлагаю выбирать управляющую компанию вам. Проблема в том, что жители выбирали неоднократно, но желающих взять дом на баланс не нашлось из-за многочисленных проблем. Администрация обещала оказать поддержку. Жильцы домов номер 3 и 3А на Демократической пришли на прием к главе, поскольку хотят облагородить небольшой сквер под окнами. Точнее, официальная территория не имеет статуса сквера, поскольку уже числится на кадастре как собственность жильцов многоквартирного дома. За уборку должна отвечать обслуживающая управляющая компания, но сотрудники отказываются и говорят, что это не их территория. Если они так говорят, мы с ними поспорим, потому что у нас есть земля, поставленная на кадастр. Вот мы сейчас, по большому счету, два огромного власть управляющей компании, в том числе и за санитарное содержание. Жителям предложили также благоустроить территорию в рамках программы «Комфортная городская среда» или губернаторского проекта «Содействие». Кроме того, во время личного приема глава города пообещала проконтролировать обустройство и содержание контейнерной площадки на улице Снежной. А жильцы дома номер 92 по улице Алексея Толстого попросили помочь разобраться с изменениями, которые некоторые собственники внесли в конструкцию сооружения. Построили паркинг и соорудили надстройки, из-за чего в квартирах пошли трещины. Елена Лапушкина пообещала обсудить проблему с прокурором города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Добиться своевременного ремонта порой управляющие компании деньги с жильцов собирают, но при этом не выполняют своих обязанностей. К примеру, в железнодорожном районе Самары более 50% жилого фонда нуждается в обновлении, но решать проблему в управляющей компании не спешат. На совместной встрече жителей с представителями УКАПа бывала Елена Чернявская и готова поделиться подробностями. Хоть раз здесь сделали ремонт. Ни разу вы здесь не сделали. Крыльцовы, говорите, сделали. Это бабки скидывались. Пол в подъезде жилого дома номер 2 по улице Симофорной. Сложно назвать образцовым. Передвигаться по нему как минимум опасно. Лестницы в подъезде разрушаются, стекла выбиты, крыша течет. Почтовые ящики давно пришли в негодность. Здесь длительное время не проводился текущий ремонт. Такая же ситуация и в соседних домах. Дворник не убирает, в наш подъезд не зайдешь. Там такая наледь. И над крышей висит такой козырек изо льда. Пробегаем, просто пробегаем, чтобы нас не сшибло. И вторая у нас вход в подвал. У нас осыпается. Не просто осыпается, там все осыпалось уже. Камни, дверь не открывается. И если вдруг какая-то авария или еще что-то, да там вообще может просто упасть стена. Об этой проблеме знают все. Писали письма и с номерами, и с входящими. Но никто ничего не принимает. Никаких мер. Управляющая компания взяла на обслуживание эти дома в декабре 2021 года, но проблемы решать не спешит. Жители поняли, нужно встречаться с директором лично, чтобы озвучить наболевшие вопросы. Новая Самара пришла. Во-первых, она работает с декабря месяц. Но пока документы, пока праздники, пока отчеты, это все понятно. Мы не могли толком найти их сначала. Результата никакого нет. И начинаем мы начальство бомбить, для того, чтобы пришел хотя бы дворник, что-то убрал. Скорая не сможет подъехать. Сейчас будем просить эту управляющую компанию, чтобы на крыше хотя бы коньки поменяли. Такие вот эти вот крыши. Потому что живет в моем доме бабуля 89 лет. В наше время с тазиками она ходит. Это куда дело годится. В свою очередь районная администрация в постоянном режиме контролирует, как управляющие компании ТСЖ, ЖСК выполняют работы по надлежащему содержанию придомовой и прилегающей территории, а также кровель многоквартирных домов. Если управляющая организация не устраняет выявленные замечания, районные административные комиссии составляют акты, которые далее направляются в ГЖИ для принятия мер. Хотелось бы быстрее, оперативнее принять решение, быстрее, оперативнее, чтобы люди приезжали на адреса и чаще выделяли технику. В данном случае АГП на очистку крови. Во-первых, это могут быть жертвы человеческие, конечно. Это, во-первых, самое страшное. А так это может быть и обрушение кровли. Если очень долго кровлю не чистить, она образуется очень большой лед, глыба и может быть обрушение кровли. Здесь только управляющие компании несут за это ответственность. И опасения жителей оправданы. Во время видеоконференции с жителями февраля 2022 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что собственники вправе требовать от УК качественного и своевременного обслуживания многоквартирного дома, так как жители оплачивают коммунальные услуги. Отметим, что все недобросовестные управляющие компании будут лишаться лицензии на право обслуживания многоквартирных домов. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. До календарной весны остается несколько дней. В то время как аномальная снежная зима постепенно сдает свои позиции, одни радуют плюсовыми температурами, на сотрудников коммунального хозяйства и управляющей компании ложится двойная нагрузка. Необходимо не только в ускоренном режиме избавиться от последствий непогоды, но и своевременно реагировать на обращения жителей. Как в этот зимний сезон решались вопросы по расчистке и вывозу снега, обсудили на круглом столе городские власти совместно с представителями прокуратуры региона. Тему продолжит Ольга Павлова. Такой снежной зимы в Самаре не было с 1955 года, отмечает руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Сотрудникам коммунальных служб и муниципальным предприятиям Самары, начиная с декабря, приходилось работать в усиленном круглосуточном режиме. Если в дневное время суток на улицы города выходили 170 единиц техники и порядка 250 уборщиков, то в ночные часы их количество увеличивали вдвое. Без внимания старались не оставлять и обращения самарцев, которые ежедневно фиксировал муниципальный центр управления. Тем не менее, власти города признали, справиться с таким количеством осадков иногда было не под силу. Сработал сразу целый ряд факторов. И очередная волна COVID-19, когда львиную долю сотрудников пришлось отправить на больничный, и беспечность автовладельцев, чьи припаркованные автомобили на обочных дорог существенно мешали снегоуборочной технике. Это все мои соседи, это жители этого дома, умели спарковаться. И вот 10 машин на сегодняшний день, они находятся 10 у одного дома, который зимует и занимает то самое место, а самое главное, не дает возможность управляющей компанией это дело убрать. В прокуратуре региона нарушения фиксировали, однако отметили, что их число в сравнении с 2020 и 2021 годом существенно не увеличилось. Более того, в отдельных городских локациях в 2022 году работы по уборке и вывозу снега велись куда лучше, чем в прошлые зимние сезоны. На самом деле, из раза в раз число примерно одинаковое, число нарушений. Ключевое здесь обстоятельство, даже если мы видим определенные подвижки деятельности муниципальных образований, абсолютно не видим какого-то прогресса в работе управляющих компаний. Найти рычаги давления и заставить работать нерадивые управляющие компании отчасти помогла система наложения штрафов. К слову, сумма взыскания на должностное лицо от 50 до 100 тысяч рублей. В самых запущенных случаях руководящий состав могут дисквалифицировать на срок до трех лет. Правда, некоторые УК санкции не испугались. В то время как снежные массы копились в их дворах, самарцы почему-то ругали городские власти. Принято сегодня критиковать городские власти. Говорить, вы это тут не убрали, здесь не смогли. Это уровень власти, который действует сегодня в пределах своих ресурсов. Когда Олег Владимирович говорит о осмотрах техники, когда он говорит о том, что действительно припаркованные автомобили, посмотрим причину всего этого. Ну, во-первых, граждане сегодня не понимают, кому предъявлять претензии в связи с состоянием города. Чтобы понять, о чем говорит адвокат Андрей Соколов, нужно вначале разобраться, кто и за что отвечает. К примеру, большие дороги общего пользования действительно в ведомстве городских властей. А вот за уборку внутриквартальных проездов нужно спрашивать с администрацией районов. Что же касается дворов, прилегающих к ним территорий, парковок, здесь вопросы нужно задавать управляющей компании. Так или иначе, нынешнюю аномальную снежную зиму вряд ли можно сравнить с той, что пришла в Самару, например, в 2008-м. У нас не было ни одного дня, чтобы общественный транспорт, коммерческий, некоммерческий, встал. Ну, не в 2008-м год. Встал, да, так сказать, давайте уже, справедливости ради, нет претензий, так сказать, не от водителей, что невозможно там разворотных площадок. В настоящий момент управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, призывают к диалогу и настоятельно просят убирать свои территории, не дожидаясь весны. Сброшенными же на дорогах автомобилями решили бороться путем ограничения остановок на парковках. В этом году на 53 улицах введено ограничение по парковке в ночное время. Еще 34 улицы планируют оборудовать знаками «Стоянка запрещена». Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Знания вместо строевой подготовки. На территории бывшей военной части, на пересечении по Новой и Новосадовой, могут построить школу. Первые планы по освоению участка обсудили с жителями в администрации Октябрьского района. О чем беспокоятся горожане и какие есть пути решения вопросов, расскажем в сюжете. Участок на пересечении по Новой и Новосадовой ранее принадлежал Министерству обороны. Здесь находились гаражи и хозяйственные корпуса. Сейчас территория не используется, поэтому после обращения губернатора Дмитрия Азарова, земля была передана городу, но с одним условием. Только если здесь будет построен соцобъект, например, школа. 22 тысячи квадратных метров позволяют возвести здание, рассчитанное на 550 учеников. В отношении данной территории проводятся работы по ее расчистке, в частности, проектируется снос тех бесхозных объектов, которые там находятся, которые ранее принадлежали Министерству обороны. И в будущем будет проводиться проектирование непосредственно самой школы. Так как на территории, которая передана городу, есть детская контейнерная площадка близлежащих домов, жители обеспокоены тем, что они могут быть снесены из-за строительства. Этот вопрос сегодня обсуждали в администрации Октябрьского района. Горожанам ответили, что при составлении проекта действующие объекты не затронут, а также примут во внимание просьбы жителей о новых парковочных местах и расширении проезда перед домом номер 157 по Новосадовой. Обязуются проделать работу, обещают как минимум не ущемить жителей и как оптимальный вариант расширить проезжую часть около 157 дома по мере возможности и сохранения норм градостроительства, санитарных и пожарных норм. Первые наброски проекта строительства представят на согласование жителям через несколько недель. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самаре пятый год благоустраивают общественное пространство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, например, только в центральном районе города, Октябрьском, за прошедшие пять лет, обновили больше четырех территорий от крупных, таких как сквер Фадеева, до небольших бульвар на улице Осипенко. В этом году самарцам также предстоит выбрать пространство под благоустройство в ходе рейтингового голосования. В преддверии его в администрации Октябрьского района прошло обсуждение с представителями общественности. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. От дизайн проекта до готового общественного пространства. В этом году жителям города вновь предстоит выбрать не только территории для благоустройства, но и их будущий облик. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре стартовали общественные обсуждения архитектурных проектов пространств, которые претендуют на преображение в 2023 году. На данный момент у нас идет процедура обсуждения данных дизайн-проектов, где жители тех или иных районов, тех или иных территорий имеют возможность напрямую высказаться, внести изменения, дать какие-то предложения по корректировке данных дизайн-проектов. По данным специалистов профильного департамента, сейчас в Самаре нуждаются в благоустройстве порядка 87 общественных пространств. Из них самарцы отобрали 20. Дизайн-проекты выдвинут на голосование после общественного обсуждения и учета пожеланий жителей. В Октябрьском районе 5 проектов кандидатов. Общественное обсуждение прошло в районной администрации. К этому вопросу большое внимание выделяется. Для этого мы здесь и собрались, чтобы учесть все пожелания и мнения жителей при формировании итоговых дизайн-проектов этих территорий, чтобы наибольшее количество людей удовлетворить итоговым результатом после их благоустройства. В числе рассматриваемых дизайн-проектов небольшой сквер, расположенный между 22 и 24 домами по улице Новосадовая. На фасаде одного из них еще осенью появился новый мурал. Жителям очень понравилась эта идея. И уже, получается, на фоне вот этого мурала, этого фасада дома, этот сквер вообще абсолютно потерялся. Не хватает освещения, не хватает хороших тротуарных дорожек. И очень важно, надо сделать водоотведение, потому что вода скапливается. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. После корректировки дизайн-проектов жителей города ждет голосование, на котором из ТОП-20 выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. На стадионе «Самара-Арена» установят скульптуру, посвященную студенческой весне 2022 года. 18 мая там пройдет торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля. В этом году российская студенческая весна отмечает свое 30-летие. Региональные власти планируют в скором времени запустить конкурс на лучший эскиз скульптуры. Конкурс будет проходить среди мировых скульпторов. Помимо стадиона, выступления будут проходить на других знаковых концертных площадках города. Например, ежедневно концерты для всех желающих будут проходить на площади Куйбышева. Закрывать фестиваль будут в новом дворце спорта на Молодогвардейской 23 мая. Чем отличается техника фрикпэтч от лоскутной живописи и почему одеяло «Дорогая Джейн» самое популярное на планете? Об этом не понаслышке знает жительница Самары Нина Голощапова. Вот уже 30 лет рукодельница создает уникальные работы. которые нередко находят место на выставках. Тему продолжит Виктория Шаре. В арсенале самарской рукодельницы Нины Александровны 50 оттенков зеленого. Но когда доходит до создания очередной работы, выясняется, что этого недостаточно, чтобы в полной мере отразить красоту живой природы. Сейчас Нина Голощапова работает в двух техниках. Первой, которой называется фрикпэтч, в регионе владеет только она. Картины, созданные в этом жанре, сшиты из лоскутков ткани, хотя внешне кажутся написанными маслом. Мастерица уверяет, создавать их несложно. Технику может освоить и любой желающий. Чего не скажешь о лоскутной живописи. Это очень сложная техника. Вот если это мне просто, ну как бы, может быть, я слишком самоуверенная, но не было у меня с ней особых сложностей. Вот лоскутная живопись – это очень сложная работа. Там стежка свободно ходовым зигзагом, там все тени. Рукоделием Нина Александровна занимается более 30 лет. Началось все с вязания и пошива одежды. Когда ее дочка была маленькой, весь ее гардероб был пошит мамой. Учительница могла за юбку схватить, чуть ли не наизнанку вывернуть, рассматривать все. Я ей шила и жилеты, и жакеты, и стеганы, и вышитые. Ее спрашивали в садике. Юль, это платье у тебя китайское? Она говорит, да, китайское. Это мама мне сошила из папиной рубашки. Из штор шила. Ну не было же ткани, а рубашки были качественные. Хорошей ткани негде было купить. Вот я шила из. И даже до сих пор я иногда присматриваюсь к какой-нибудь его рубашке. Он говорит, не отдам. Муж Нины Александровны – капитан дальнего плавания. Все время был в отъезде. Хозяйством заведовала супруга. Творчеством приходилось заниматься урывками. Теперь, когда дети выросли, и Нина Александровна вышла на пенсию, наверстывают упущенные. Эту картину сшила на 70-летие мужа. Гордость Нины Александровны – вот это лоскутное одеяло. Оно называется «Дорогая Джейн» и шьется по строгим стандартам. Это самое популярное одеяло ручной работы на планете. Впервые его сшила американка Джейн Стикл в XIX веке во время войны Юга и Севера. Женщина ждала мужа и так коротала вечера. Каждый блок одеяла имеет свое название. Там 169 блоков без каймы, еще блоки каймы, и ни один блок не повторяется, довольно сложный. Я уже, имея опыт немаленький, курсы уже в это время вела. Мне было сложно, учитывая то, что у меня всевозможные линейки, бумаги, все приспособления, все, что мне нужно, все абсолютно есть. Раз в месяц Нина Александровна проводит бесплатные мастер-классы для всех желающих в районной библиотеке. Там же сейчас можно увидеть выставку ее картин. Работа Нины Александровны всегда меня поражает своей изысканностью и красотой. Когда она выставляет их в нашей библиотеке, я первым делом не могу оторвать от них глаз. Вдохновением для Нины Александровны может послужить все, что угодно. Будь то знаменитая картина, пейзаж за окном или рисунок на чайной чашке. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. Собака или кошка – спор вечен, но бессмысленен. Сегодня, по оценкам специалистов, все чаще люди заводят и тех, и других и доказывают, дружба между псами и кошками абсолютно возможна. Вот уже 22-й год в нашей стране в феврале отмечают День любви к своему питомцу. Наши корреспонденты узнали, с чего начинается привязанность к братьям меньшим и чем отличаются собачники от кошатников. Ваше имя? Как настроение? Своим хорошим настроением собаки способны заражать. Поэтому с ними и жить веселее, чем без них, объясняет хозяин пули, актер театра кукол Олег Тимофеев. Впрочем, он не планировал заводить питомца, но так распорядилась судьба. Эту собаку я нашел на улице, она ко мне подошла сама. И я говорю, ну все, пойдем ко мне. А вот Елизавета Казакова завела ритмейра Джессику намеренно. Год назад пришло понимание, что кроме двух сыновей непременно нужен еще один – четвероногий член семьи. С приходом в дом Джесси все действительно стало иным, отмечает Елизавета. Я не могу жить без животных, я решила завести собаку. Моя подружка, я ее так и называю, она со мной спит, мы вместе едим, не знаю, мы гуляем. Она собака-компаньон, неважно, что ты будешь делать, она всегда будет с тобой, всегда будет рядом. Обидел ты ее, там, не знаю, поругал, она все равно придет, попросится, и ты будешь ее любить всегда, она тебя. Многие столетия человек жил бок о бок с домашними животными. Но раньше в этом была житейская необходимость, сохранность вещей и собственная безопасность, защита от грызунов. А теперь люди заводят питомцев скорее из эмоционального порыва. Любовь к тем или иным животным, уверен кинолог. Автор программы «Хочу домой» Виталий Рылеев рождается вместе с человеком на уровне генетики. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. То есть я думаю, наверное, сейчас настало такое время, когда люди находят вот эту самую отдушину, они немножко закрываются в себе, закрывают свой мир для общения с другими людьми, но открывают свой мир для общения с животными, собаками, обезьянками, какими-то экзотическими животными. Или кошкам. Кошатников по оценкам социологов свыше 40% на планете. По словам Анатолия Головко, характер усатых-полосатых его привлекает больше. Кошки самостоятельнее, спокойнее и более покладистые. Два года назад кота по кличке Кот они решили взять с супругой из приюта. И животное спасли, и друга обрели. Они ничуть не хуже, чем породистые коты, поэтому если будете заводить домашних питомцев, пожалуйста, сходите в приют, не будете тратить деньги и найдете себе хорошего друга. Жизнь, безусловно, преобразилась с появлением котика в нашей жизни, потому что у нас детей нет, и вся любовь достается ему. По оценкам специалистов, на земле больше собачников, чем любители кошек. По мнению психологов, кошек предпочитают в основном интроверты – внешне сдержанные, не испытывающие потребность покомандовать и склонные к уединению. А вот собачники – наоборот, открытые, компанейские и дисциплинированные. Но сегодня все чаще заводят и тех, и других. Люди, которые заводят кошек, чаще всего они хотят эмоциональной разрядки, они хотят любви и ласки, которые они получают от этих животных. А те, которые заводят собак, они хотят иметь друга и хотят, наоборот, чтобы их любили и защищали, и в свободное время могли даже с ними вместе прогуливаться. По подсчетам аналитиков, почти в каждой второй российской семье имеется хотя бы один домашний питомец. Чаще всего их заводят для социализации детей. И это очень хорошо, комментируют психологи. Сегодня активно развивается педтерапия – метод лечения психики через общение с животными. Ее активно применяют, например, во время реабилитации после тяжелых заболеваний, при работе со страхами и снятии симптомов психических расстройств. Ольга Хомракулова, Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС» в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова